Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня влог начнём с покупок. Закупились немножко продуктами. Так, давайте по порядку. Молоко по 59 рублей. Вот это фермерское. И тоже, знаете, взяли 4 бутылки, в магазине не посмотрели. Одна бутылка, крышка повреждена, и здесь кислое молоко. Но сейчас вам отсниму и увезу назад это молоко в магазин. Так, майонез Слобода Провансаль 103 рубля 750 грамм. Вот такой вот майонез. Следующее. Чипсы картофельные 185 рублей. Лейс 240 грамм, большая пачка. Пусть будут на всякий случай. Так, дальше сыр по 249 рублей. Мы такой сыр брали, вот этот элитный. Нам понравился, вкусный. Здесь 400 грамм кусок. Взяли ещё. Ну, мы тут ещё не доели, но пусть будет, пока он по акции. Сметана степь родная по 109 рублей. Тоже постоянно берём большая, это банка. Сияющий унитаз, подвесной блок. Где он только? А, вот он. Здесь в упаковке 3 штуки, 90 рублей сейчас он стоит. Раньше, конечно, подешевле он немножко был. Хозяйственные перчатки. Упаковка 5 пар. Взяли две упаковки по 76 рублей. Одна упаковка. Перчатки летят, конечно. Так, Егор взял себе вот эти вот по 39 рублей слайсы. Типа сырный продукт, наверное. Написано. Да, продукт плавленый с сыром. Так, блинчики тоже взяли второй раз. Первый раз брали. Нам понравились вкусные блинчики. Я их на масле в сковороде под крышкой поджариваю. И вкусненькие блинчики 148 рублей. Колбаса докторская 296 рублей. Вот эта вот палочка славянскую. Ну, ещё не доели, но я взяла эту палочку. Окрошку хочу сделать. И не получилось сделать окрошку, потому что то дожди, то холодно. Как-то не очень хочется. Да и минералки не было. Сейчас всё купили, будем делать окрошку. Так, набор для рассады. Я взяла вот такой вот контейнер и 10 вот таких горшочков. 100. Набор для рассады. Потеряла цену. 192 рубля. Ну, в любом случае, надо будет ещё докупать. Так, коту взяли корм, где он тут, вот этот жюстин по 15 рублей и по 16 рублей. Мираторг с говядиной и с курицей. Брали другие, пробовали в низкоцене. Он их вообще не ест, а вот эти он очень хорошо ест и ходит, просит прям. Так, минералки взяли, две бутылки по 27 рублей полтора литра. Так, и эскимо Егор взял по 24 рубля. Вот такой ГОСТ. Не знаю, не пробовала. И ещё взяли крем-блеск для обуви. Она вот сегодня там продавец, девочка молоденькая. Она сегодня всё нам по мешочкам упаковала. Не знаю, тоже такой, ой, что показываю. 40 рублей, но мы такой не брали. Чёрный крем-блеск. Вот Егоры туфли чистить и берцы. Так, это всё, что в светофоре. И сейчас покажу, что в магните. Так, магнит-косметик. Взяла сама по 309 рублей. Ну, для этой фирмы, для этого ополаскивателя, это нормальная цена. Здесь 750 миллилитров. Мне нравится. Посуда блестит. Никаких пятен, никаких капель нет. Хорошее средство. Так, ну и магнит обычный. Два лаваша. Так, два лаваша. По 41 рублю. Они большие по объёму. 240 грамм. Завтраки готовить. Два штуки взяла. Так, следующее, что мы взяли. Взяла булгур. В 2 упаковке. 450 грамм. Нравится мне булгур. Вот именно плов готовить из него. Намного вкуснее, чем с рисом получается. Так, булгур у нас... Что-то я даже... Так, нашла. По 119 рублей. Одна пачка. Вот мы две взяли. Рис. Вот такой рис. Две пачки мы взяли. Шлифованный, круглозёрный. Нормальный рис. Не знаю, я всегда такой беру. И плохо нормально с ним получается. И хоть кашу сварить, так хоть что и на гарнир. Нормальный рис получается. Так, рис. Цена... Так, тоже найти не могу. 73 рубля за упаковку. В упаковке 800 грамм. Дальше. Шампиньоны взяли. Будем сегодня супчик грибной варить. 135 рублей. Здесь 400 грамм. Так, и... Таралинки взяли вот с ароматными травами, с томатами и с чесноком. Таралиньи стоят по 59 рублей. Вот всё. Все на шпаке. Девчат, всё поменяла без проблем. Поменяли мне бутылку. Ну, крышка была повреждена. Она прям видно, что вот так вот задрота. Ну, вот здесь ободок не сорванный, ничего. Ну, всякое бывает. Сами виноваты, не посмотрели. Поменяли без проблем. Съездила. Наконец-то дождалась я свой порошок. Забрала АБЦ 9 килограмм для белого и цветного сила удаления пятен. Ну, не знаю, я открыла так посмотреть, ещё не пробовала. Вот так он выглядит. Разноцветные там гранулки. Пахнет приятно очень. Пахнет. Не знаю, как он стирает. Попробую, конечно. Долго, очень долго шёл этот порошок. Наконец-то дошёл. Ну, слава богу. Так, и забрала вот эту штуку. Сейчас пойду мерить, надевать её. Это, короче, хотела же я пошить на качеве этот тент сверху. А всё никак, знаете. Руки не доходили. Ну, и тут я смотрю, скидка была хорошая. И я быстренько, короче, взяла 500. Порошок стоил 1017. А вот этот тент, ну, я не знаю, как это правильно назвать. Крытик вот этот полок, крыша, что это такое. 500, 500 с чем-то рубля. 530 где-то. 526, 527, не знаю. Посмотрела, вроде бы нормально. Размер 165 на 112, если я правильно помню. Вот соседка у меня брала. Она говорит, ей отлично подошло. У неё такая же пачеля. Ну, ткань такая плотная-плотная, прям, с водоотталкивающим вот этим покрытием. Вроде бы всё нормально. Ну, вот сейчас пойду надену. Здесь под вот эти вот трубы, под трубки есть отверстие и уголок, за который край цепляется. Так, ленточки также есть привязать. Только хочу. Так, ну, пойдём, короче, сейчас надену и потом покажу вам. Как оно получилось. Так, тент, крыша. 165 на 112. Полиуретан. Россия. Ну, цвет только такой был. Ну, ничего страшного. Главное, чтобы не текло. Видите, что у меня приключилось? Он совсем разодрался, разорвался. Но уже вообще ни в какие рамки не лезет. Всё, буду менять. Чехол надо снять, постирать. Он тоже под дождём весь промок. Весь грязный. Выгорел. Конечно, выгорел. С нему постираю. Сегодня у нас солнышко выглянуло. Небо чистое. Ну, пока 17 градусов с утра. Не знаю. Надеюсь, хотя бы градусов 23 будет. Мы посмотрим. Девчатка, короче, вот этот полок, крыша, вот эта оказалась большая. Причём большая на 20 сантиметров. Вот так вот. И на 10 сантиметров. Короче, она 1,65 м, а мне надо 1,45 м. И получается здесь метр 12, а мне надо метр. Ну, вот я, короче, быстренько... Ну, что я буду его туда-сюда сдавать, отдавать? Я его ушила с этой стороны. И... Ну, вот, короче. Вот так, вот так и вот так. Просто ушила и потерялся фокус. И, короче, и вот так вот получилось. Ну, нормально. Всё здесь на завязочках, вон там. Короче, нормально. А это всё дело я сняла, постирала и повешала просушить сами сидушки. Вот этот синтепон, который вставляется в чехол, и чехол постирала тоже, сохнет. Ну, вот теперь будет качеля. Можно не бояться, что от дождя промокнешь и протекать не будет. Продолжение следует... 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 Ну, две баночки помутнели, ну, ничего страшного. Эти вроде стоят нормальные. Насколько я вижу, все нормально. Так, здесь огурчики, помидорчики. Здесь у меня это кетчуп домашний из кабачков. Нам понравился в прошлом году, я вот порцию сделала. Очень просто, ничего там не надо. Кабачки, лук и томатная паста. Все, ну, все в сахар, как обычно. Так, буду еще порцию делать из кабачков. Здесь у меня что, две баночки клубничного варенья всего. Но я нынче буду еще со слив варенья, амбрикосовое и сливовое хочу еще сделать. Так, здесь у меня 11 баночек борща получилось. Здесь я вчера делала гороховый супчик. 7 баночек получилось. И сегодня я закатала 8 баночек рассольника. Больше не буду делать. У меня в прошлом году побольше, наверное, я делала. Ну, не знаю, может быть, рассольник гороховый, может, сделаю. Посмотрю, как со временем, как с настроением будет. Так, и здесь у меня в разгаре тоже заготовки. Я уже, знаете, начала делать, вспомнила, что надо вам заснять. Собрала черри, вот одну баночку я уже полностью, почти засыпала. Собрала черри, которые поспели. Вот, буду черри мариновать. Так, вот эти лопнутые помидорки, я их в сторонку отложила. Их просто съедим. И еще много там непоспевших. Просто такие бурые. Ну, короче, будут еще. Так, мариновать буду я с морковной ботвой. Все просто. На дно банки морковная ботва. Потом помидорками засыпаем. Заливаем кипятком. Даем маленько постоять. Ну, минут 20-15 я даю постоять. Воду сливаю и потом уже засыпаю сахар, соль и водичкой, кипяточком еще на раз заливаю. Так, здесь у меня помидорки. Тут я подготовила еще укропчик. Здесь помидорки покрупнее. Я их буду в литровые баночки мариновать эти помидорки. Так, тут банки подготовлены. Вот такая вот помидорка, которая просит вас поставить лайк этому видео. Так, здесь огурчиков еще немножко набрала. Ну, здесь, не знаю, на пару баночек с помидорками. На 2-3 баночки с помидорками будет огурчиков. Так, и вот здесь вообще я набрала полтора ведра помидор. Вот часть покрупнее, которые сюда выбрала. Ну, как покрупнее. Покрупнее. Почему я сказала покрупнее? Короче, вот эти помельче, которые в баночки пойдут, выбрала. А вот эти, они, видите, лопнутые. Вы бы перебрала тоже. Вот эти лопнутые. Я их буду кружочками нарезать и замораживать. Остальные в ящик. И они у меня стоят в кочегарке под полотенчиком. Пусть стоят, ну, там на салатик, куда, и там какие-то дозревают. Видите, вот такая помидорка. Ну, ей бы еще позреть, да. Ну, и вот такие, которые есть, они там будут дозревать. Сначала займусь вот этим всем. А потом уже буду вот это дело нарезать и замораживать. Так что вот такой у меня фронт работы сегодня. Да, не сказала, да, что еще раз сольника 8 баночек сегодня сделала. Так, буду заниматься. Банки я стерилизовать не буду, потому что все равно буду заливать кипятком. Ну, смотрите, стерилизуем банки. Потом в стерильные банки мы закладываем там, не знаю, кто, ну, кто что там. Укроп, чеснок, да, те же самые помидоры. Это же уже не стерильно. И вот эта стерилизация, она вся уже пошла по одному месту. Поэтому смысл, не вижу смысла. Так как заливать буду на два раза кипятком. Ну, то есть первый раз заливаю кипятком и потом второй раз уже под закрутку. И вполне этого достаточно. Все стоит, ничего не помутнеет, не взорвется. Не первый год так делаю. По крайней мере, если банки у вас чисто вымыто, это не влияет. Так что вот. А огурчики я вообще добавляю, ну, на дно банки кладу зонтик укропа. Лист смородины, либо лист вишни, либо лист малины. Ну, вот те банки я делала со смородиной. А сейчас я принесла, буду вот пару баночек делать с листом малины. И с этим, ну, укроп зонтика есть. Укроп зонтика, да, да. Зонтик укропа. И все. Так, все, давайте начну. Потом покажу, что у меня по выходу будет. Да, еще забыла показать. Сегодня купила 2 литра брусники на рынке. Вот по пакетикам. Я ее промыла, обсушила ее. Она чистенькая, перебирать ее не нужно было. Кое-где были брусничные листики и небольшие веточки. Я не стала убирать, потому что это у меня для компота. А, как, наверное, вы знаете, да, что брусничный лист, он очень полезен. Поэтому эти листочки я оставила. В компот самое оно. Вот, у меня 5 вот таких пакетиков получилось. Сейчас это все отправлю в заморозку. Ну, и по итогу, что я вчера... Да, это уже следующий день. У меня уже все под одеялком постояло, остыло. Что я вчера накрутила. Так, вот мой рассольничек, 8 баночек. Делала в 700-граммовые баночки. Рассольничек побольше, чтобы был. Так, дальше помидорки. Черри у меня 5 баночек получилось. Черри. Ну, это тоже вот эта вот крупная помидорка. Это тоже черри. У меня есть они кругленькие, вот такие мелкие и покрупнее. Так, 2 баночки просто помидорки. И получилось у меня 2 баночки помидорки с огурчиками. Здесь у меня втесались 2 больших огурчика. Ну, потому что мне немножко не хватало. Я решила их сюда запихнуть. Ну, вот это мой вчерашний улов. Что я тут наделала? Ну, вот эти, наверное, вкусненькие. Попробовать хочется, конечно. Но будем ждать. Время надо, чтобы они промариновались хорошо. Потом будем пробовать вот эту красоту и вкусноту. Ну, и на этом буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, пишите, какие заготовки вы делаете. Делитесь рецептиками. Может быть, что-то отдельное возьму для себя. Ну, и другим интересно будет. Всем пока-пока. Увидимся с вами в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok